всем привет с вами неожиданно арт-территория будет начинаться в аэропорту потому что это будет travel версия арт-территория выезжает за границу в аэропорту будет интересно оставайтесь с нами я сейчас в аэропорту я на месте петиковская галерея москва мы с вами совсем скоро зайдем на эту фантастическую выставку оставайтесь на арт-территории еще не зашла в музей хочу рассказать пару слов чтобы попасть на эту выставку крайне сложно потому что она сейчас экспонируется последние буквально неделю-полторы и все и такое событие происходит чуть-чуть раз в сто лет в общем моей жизни это был единственный шанс я старалась его не упустить и вы вместе со мной сейчас тоже насладитесь этим потрясающим искусством так как по правилам третиковской галереи снимать в привычном формате было невозможно мы с вами периодически будем встречаться здесь в студии для того чтобы выводить некоторые пояснения выставка которую я сейчас вам покажу стала важнейшим событием ну не побоюсь этого слова пяти лет в мире искусства это точно третиковская галерея представила работы в рубеля это три этажа более 300 работ собранных из 14 российских и зарубежных музеев проделана конечно колоссальная работа чтобы отразить многогранный и фантазийный мир художника важнейшее событие которое мы с вами сейчас посетим первая работа которая встречает зрителя это царевна лебедь тот самый известный персонаж из сказки о царе салтане александра сергеевича пушкина в рубель воплотил на полотне секунды превращения девы в птицу метаморфоза форм двоественность образа отражена одновременно и перевоплощение происходит прямо у нас на глазах темная и светлая сторона во внутреннем и врешнем конфликте прием который очень часто использует художник сама же сказка пушкина нашла свое воплощение в опере римского корсакова где я в рубеле был создателем костюмов и декорации а главную роль царевна лебедь исполняла его жена надежда забелла все певицы поют как птицы а надя как человек конечно бесспорно главный зал представил трех демонов сидящего летящего и поверженного а также множество эскизов показав нам поиск художника как же он нашел свой визуальный язык демон это дух но дух несколько злобный сколько страдающий и скорбный и при всем этом дух величавый и властный так говорил в рубеле сидящем демоне парящий и поверженный это монументальные горизонтальные полотна в которую с трудом помещается демон ощущение что небо ему и мира ему мало композиционно поверженный летящий демон очень похожи один из них эскиз для другого и обратите внимание на глаза поверженного демона он до последней секунды не сломлен на этой выставке есть место и современным технологиям так с помощью видеопроекции можно прикоснуться ко всему творческому наследию в рубеля а сейчас я хочу вас познакомить таким направлением как майолика майоликой называют керамические изделия которые создают при помощи цветной глазури в начале полива а затем их обжигают немногие знают но в рубель прекрасно владел этой техникой оставил нам большое наследие сейчас мы посмотрим что было представлено на выставке и снова вы видите как все пронизано сказочной и фантазийной тематикой продолжим погружение в символичный и стихийный мир в рубеля образ она древнегреческого бога покровителя пастухов героя лесов он двойственным как и все герои в рубеля в нем и свет и тень но обратите внимание пожалуйста на его глаза постепенно мы с вами двигаемся к финальной части и выставки и жизни самого автора в конце своего пути он болел психическими заболеваниями и в этот момент создает очень интересную серию посвященную жемчужинам по легенде вдохновением послужила раковина подаренная художнику максимилианом волошином врубель долго искал способ передать на холсте переливы перламутра при помощи красок а морские царевны появились можно сказать против воли самого автора я хотел со всей реальностью передать рисунок раковины и только после того как сделал несколько рисунков углем и карандашом увидел этих царевин когда начал писать красками одна из последних его работ шестикрылый серафим она же и закрывает выставку было написано уже в частной клинике и в ней мы чувствуем отсылки к демону двойственности и кристаллическим формам на меня выставка произвела глубокое можно сказать мистическое впечатление за этими эмоциями я ехала для каждого врубель будет свой особенный но одно неизменно он уникальный и фэнтезийный художник с вами была арт территория помните искусство вне времени границ и пространств